Бизнес у нас делится на несколько вещей. Первое – это бизнес продажа и производство. Вместо университета – детский оздоровительный лагерь, а вместо парт – пляж на берегу Азовского моря. Форум «Ростов-2013. Инвестиции будущего» объединил более тысячи молодых людей со всего Донского края. Кто-то приехал представить свои проекты, а кто-то – получить новые знания и познакомиться с единомышленниками. Я приехала сюда получить новые знакомства, впечатления, получить полезную информацию. Я приехала на смену молодежной команды губернатора и хочу узнать что-то новое, полезное для себя. Пока все по плану идет. Ростовчанка Татьяна Черкова уже все изложила на бумаге. Девушка знает, как развить туристический бизнес на Дону и уверена, ее идея найдет поддержку у инвесторов. На территории реки построить специальный такой комплекс туристический, на котором будут находиться курини, казачья кухня, также организована рыбалка, пасека и все остальное. Для того, чтобы граждане, которые приезжали туда, они полностью окунулись в природу, в самобытность, в культуру. Форум «Ростов» – самый многочисленный в Южном федеральном округе. Оценить идеи продвинутой молодежи приехал и заместитель губернатора Игорь Гуськов. По его словам, многие проекты достойны внимания представителей власти и бизнеса. Я считаю, что нужно приезжать сюда руководителям различного уровня, потому что это полезно не только для ребят. Общение с нами и ответы на какие-то вопросы, которые их интересуют. Но это очень эффективно и полезно нам, руководителям, поскольку здесь заряжаешься такой энергией, оптимизмом, уверенностью. Зам губернатора заинтересовался сразу несколькими идеями. По словам Игоря Гуськова, правительство области возьмет на заметку проект социализации инвалидов. Предложить власти что-то полезное смогут и дончане помладше. В середине сентября в этом же лагере пройдет форум «Молодая волна». Его участниками станут подростки от 14 до 17 лет. Ася Куренов, Владимир Иванов. Главное новости.